К новостям спорта. Извилистая трасса, пронизывающий ветер и жажда скорости – все это объединило участников Кубка памяти Андрея Ушакова. Эта гонка традиционно открывает чемпионат России по снегоходному кроссу. Впервые заезды прошли на стадионе технических видов спорта. В газовую столицу приехали спортсмены из Надыма, Муравленка, Сургута и Кирова. Новую рингой представляли участники из молодежного центра Норд и СТК Ямбург. Как прошел этот день для кроссменов, расскажет Полина Шорохова. Процедура старта. Показывается вам 15. Ждете. Проходит 15 секунд, показывается 5. После этого будет вот такой взмах флага. Смотрите, вам показывается 5. Флаг вот так находится. И только после вот такого движения вы стартуете. Поняли? Раньше не надо ехать. Еще раз поняли? Все, заводим. Первыми на старт отправляются самые маленькие. Категория М1. Это дети 5-7 лет. Они совсем еще малыши, но ведут себя по-взрослому. Владу Дмитриеву всего 6 лет, но занимается он уже 3 года. Вот сюда бензин заливать. Это заводить. Лучше нужно будет. Вот этот. Вот здесь. Вот сюда чеку вставлять. Это лопухи. Греют руки. А это газ. Вот тоже. А вот здесь впереди тормоз. В таком серьезном виде спорта даже малышам необходимы не только технические познания, но и умение проявлять силу воли и бесстрашие. Я думаю, что я хорошо проехал. Мне очень понравилось, что я езжу очень хорошо. Быстро ездишь? Да. Не боишься? Нет. Трудно ездить на кочках и в поворотах. В категории М2 дети 8-9 лет. В М3 10-13. А вот в категории юниоры выступил КМС по снегоходному спорту двукратный чемпион России Александр Кряков. Профессиональный кросс его привел отец. Папа был снегоходчиком-охотником и привел меня в этот спорт, когда я еще был маленьким, катался на его снегоходе. И потом увидел, что есть спорт у нас снегоходный. То есть катался на трассе профессионально. Папа такой, пойдешь? Я такой, пойду. Ну и все. Чувство экстрима, когда ты летишь. Это необъяснимое чувство. Эйфория какой-то, я не знаю. За ощущение полета снегоходный кросс так любим спортсменами. Тяжелый и резвый железный конь на бешеной скорости подлетает в высоту до 3 метров. Удержать его могут только натренированные и сильные спортсмены. Подготовка безопасной трассы для соревнований особенно важна. В этом году дистанция не длинная – 500 метров, но интересная. Трасса в этом году прекрасно подготовлена. Навозили много снега, сделали специализированной техникой, ратраком. Потому что это очень важно для спортсмена, когда трасса снежная, рыхлая, а не бетонная и бесснежная. Время заезда 10 минут плюс круг. Нервы участников в этот момент на пределе. Мастерство и концентрация – залог того, что стартовая гонка сезона закончится без происшествий. Всегда участники показывают хорошее настроение, замечательный такой боевой настрой. И самое главное – это демонстрируют свою умелость, свою волю и все самые лучшие качества, которые свойственны настоящим спортсменам. В этом году в заездах приняли участие 37 спортсменов. Обычно эта цифра в два раза больше. Но коронавирус внес свои коррективы. Победителями из нового Уренгоя стали Денис Садрисламов во взрослой возрастной категории, Алексей Коновалов в М3 и юниор Александр Кряков. Спортсмен из Муравленка Эмиль Багаудинов стал первым среди мальчиков 5-7 лет, а в М2 Артем Голованов из Надыма. Полина Шорохова, Николай Александров. Служба новостей. Импульс.